Здравствуйте, телеканал «Алмазный край» продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях начальник управления жилищной политики города Мирного Элей Додохов. Здравствуйте, Элей Васильевич. Расскажите, пожалуйста, о работе вашего отдела. В управлении жилищной политики города Мирного в штате состоит 4 работника. Я начальник управления, заместитель начальника, главный специалист, также главный специалист и инспектор по жилищному контролю. Всего 4 человека. В соответствии с законодательством о местном самоуправлении, каждое муниципальное образование самостоятельно определяет свою жилищную политику. Поэтому у нас в администрации города Мирного сформулирована и обоснована своя программа действий по жилищной политике. И называется она «Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2018-2022 годы». Значит, на 5 лет. Первая программа, этой большой программы, называется «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма». Второе – «Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной программы жилища». Третье направление – «Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы». И четвертое – это «Переселение граждан из аварийного жилья». Сколько жителей города стоит в очереди на улучшение жилищных условий? На очереди малоимущих и нуждающихся при городской администрации состоят на сегодняшний день 202 семьи. Для предоставления жилья, согласно очереди городской администрации, ежегодно приобретают жилье этой категории граждан. Что необходимо гражданам, чтобы участвовать в ваших программах для получения жилья? Например, в направлении предоставления жилья помещений по договорам социального найма участвуют граждане, отнесенные к категории малоимущих и нуждающихся граждан. Например, граждане переходят к нам с заявлением о том, что они нуждаются, и у них не хватает средств на приобретение жилья собственными силами. И управление жилищной политики рассматривает это заявление. И там оцениваются доходы граждан, каждого члена этой семьи. И также рассматриваются правоостанавливающие документы. Например, технический паспорт квартиры и сколько человек в нем прописано. И есть специально установленная норма, учетная норма жилья. И рассматривается, например, каждому человеку в этой семье необходимо 10 квадратных метров жилья. Не менее 10. Если оно менее, то это уже относится к категории нуждающихся. Потом идет рассмотрение доходов этой семьи. Если, например, эта семья с маленькими доходами, зарплаты небольшие, да, и детей много, например. И согласно установленного расчета выявляется, смогут ли эти люди в течение 10 лет накопить деньги на жилье собственное. Если в этой методике не укладываются они, то они ставятся на рассмотрение жилищной комиссии, которая проходит два раза в месяц. Городская жилищная комиссия с привлечением руководителей сторонних организаций, таких как управление соцзащиты, министерство социальной защиты, руководство Министерской центральной органной больницы и депутатского корпуса, а также всех специалистов, ну, необходимых специалистов городской администрации. И там рассматривается вопрос полностью. Все эти документы ходят по рукам, каждый смотрит, сверяется, доказывается, и потом путем голосования принимается решение о принятии таких граждан в категории малоимущих и нуждающихся. Или, наоборот, идет обоснованный отказ. Потом выходит постановление городской администрации, этим людям отправляется уведомление, что они встали в очередь в категории малоимущих и нуждающихся граждан, которые будут претендовать на социальный наим жилья. Ну, очередь достаточно большая, как я озвучил, 202 семьи. Согласно этой программе, мы в этом году запланировано приобретение шести однокомнатных квартир, например, собственные средства бюджета города. Илья Васильевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой программе приобретения квартир у населения. Да, вот эта программа подразумевает приобретение квартир. Например, по малоимущим и нуждающимся шесть квартир в этом году запланировано. Для бюджетников одна квартира. И для переселенцев из аварийного ветхого жилья у нас остаток с прошлого года, там пять квартир было. И вот этим семьям мы приобретаем квартиры. Плюс еще у нас есть соглашение с компанией, которое подразумевает помощь в финансовом порядке от акциональной компании «Алроса». И в этом году мы запланировали приобретение жилья на вторичном рынке в количестве, например, 50 штук единиц квартир в этом году. Достаточно большой объем. Там присутствуют однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Эти квартиры будут приобретаться у физических лиц в основном, потому что застройщиков как таковых у нас готовых нет, чтобы они могли предоставить нормальное жилье в нашем городе. Илья Васильевич, что необходимо сделать физическому лицу, чтобы вы приобрели у него квартиру? Физическому лицу для продажи своей квартиры в нашем городе по программе переселения из аварийного жилья, которую мы покупаем, надо будет участвовать в электронных торгах. То есть имеется сайт Сбербанк АСТ и физическое лицо гражданин должен быть участником на этой торговой площадке. Каким образом? Есть два способа участия в этом торговой аукционе. Первое, это можно просто найти риэлторов, которые работают в нашем городе, которые имеют аккредитацию и разрешение от Росфин-мониторинга на участие в муниципальных и государственных торгах. И тогда таким образом риэлтор и гражданин договариваются о сумме, например, вознаграждения. Риэлтор захочет за свою работу получить какое-то вознаграждение, они договариваются. И у риэлтора есть своя электронная цифровая подпись. И он полностью берет на себя расположение данных всех и сопровождение вот этого аукциона до окончания физического лица. И потом происходит такое участие. И второй способ участия физических лиц, это получение самостоятельной электронной цифровой подписи, как физическое лицо. У нас тоже в городе есть учреждение, МАУ, Центр помощи предпринимательства. Они, например, тоже продают электронную цифровую подпись, устанавливают эту программу на ноутбуке физического лица. Дальше они могут помочь в аккредитации на электронной торговой площадке, тоже за услуги. И тоже провести полностью, сопроводить так называемый аукцион от начала до конца, помочь по продаже квартир. И это, например, стоит, по последним данным, где-то 11,5 тысяч рублей обойдется физическому лицу. А с риэлтором они будут уже договариваться как... Процент от продажи. Да, свобода договора, как кто захочет. Элья Васильевич, расскажите, пожалуйста, о том, по какой стоимости вы приобретаете квартиры и сколько времени займет процедура оформления. Так, на первый вопрос вот такой ответ. Специальные независимые организации в нашем городе проводят мониторинг цен и потом нам направляют обоснованную цену одного квадратного метра жилья. Например, для однокомнатной квартиры, для двухкомнатной и для трехкомнатной квартиры стоимость одного квадратного метра жилья разнятся. Например, январский мониторинг показал, что стоимость одного квадратного метра жилья для однокомнатной квартиры составляет в районе 86 тысяч рублей. Для двухкомнатной квартиры стоимость одного квадратного метра жилья составляет 78 тысяч рублей. В среднем какая цена получается? Ну, в среднем 78 тысяч рублей. Ну, вот полная стоимость. Сейчас расскажу. А для трехкомнатной квартиры стоимость одного квадратного метра жилья составляла 69 тысяч 66 рублей. Мы, когда приобретаем квартиры, составляем индивидуально каждую квартиру согласно его обоснованию. Однокомнатная квартира покупается согласно своего обоснования, цену 86. Средняя за весь одну, двух, трехкомнатную квартиру мы не смешиваем. Это записывается в техническом здании при приобретении. Например, приобретали квартиры однокомнатные для малоимущих и нуждающихся по 30 квадратных метров жилья, по 27 квадратных метров жилья и двухкомнатную приобретали, например, по 44 квадратных метров. Не менее называется. И начальная максимальная цена, например, для двухкомнатной квартиры составляла 3 миллиона 550 рублей. Для однокомнатной квартиры 2 миллиона 580 рублей. Пока трехкомнатную не приобретали, и это устанавливается индивидуально каждый раз по техзаданиям. По длительности процедуры. Длительность процедуры занимает от начала объявления приема заявок, например, около 8 дней. Это происходит без учета выходных дней. Они тоже считаются в эти дни. А потом рассматривается первая часть процедуры закупки. И там рассматривается, выясняется, сколько человек пришло, объявилось на торговую площадку. А потом идет уже вторая процедура. Это электронный аукцион. Плюс еще у нас, когда электронный аукцион никто не объявился, есть второй способ приобретения квартиры по запросу предложения. Это когда люди уже приносят в бумажном виде нам свои документы, правосстанавливающие документы, весь перечень документов. И участвуют не в электронных, а в таких торгах, где путем вскрытия конвертов тоже остается. Но такой подход скоро закончится. Ожидается изменение в законодательстве. И, скорее всего, с 1 июля будет только электронные аукционы. Поэтому я призывал бы всех готовиться к этому. Если хотите участвовать в торгах, то надо будет приобретать электронную цифровую подпись или через риэлторов. Какие требования Вы предъявляете квартирам? К приобретаемым квартирам предъявляются требования. Здесь надо смотреть техническую сторону, функциональную, эксплуатационную сторону и качественную. Что оно означает? Техническое требование – это жилое помещение должно быть расположено в каменном доме, многоквартирном доме, в пределах города Мирного, например. Жилое помещение должно состоять из n-ного количества комнат, указанных в техническом задании. И также помещение с помогателем использования, например, ванна, туалет, кухня. И отдельно считается лоджия и балкон. Так, должно быть оборудовано системой электротепла, водоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Иметь общую площадь помещения, указанной не менее в техническом паспорте этой квартиры. Так, функциональные эксплуатационные требования должны отвечать установленным санитарным и техническим нормам. Планировка должна соответствовать кадастровому и техническому паспорту. Также вот система отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Розетки, выключатели должны быть в исправном состоянии. Санитарно-техническое оборудование, мойка, ванна, душевая, раковины должны быть тоже в исправном состоянии, без сколов и трещин. Например, обязательно наличие рабочей электрической плиты, приборов учета электроэнергии, а также приборов учета холодного и горячего водоснабжения. И на все приборы учета должны быть паспорта, и государственная госповерка, так называемая, не должна быть просрочена. Так, качественные требования это, квартира должна находиться в удовлетворительном состоянии, быть пригодна для вселения без необходимости какого-либо ремонта. То есть полы, стены, окна, двери должны быть без отслоений, без деформаций, механических порывов, трещин. И входная дверь должна быть в исправном состоянии, с установленным замком и должен быть комплект ключей. Вот краткие требования. После размещения объявления в СМИ, сколько уже человек к вам обратилось? Контроль, обращение продавцов, это входит в полномочия отдела закупки. Нас просто потом, ну, просто информируют, но у нас все вот эти объявленные для приобретения квартиры, продавцы объявились, можно так сказать. Но много ли? Конкурс не так много пока, что народу обращается много, но их останавливает вот эта процедура получения электронной цифровой подписи. Сложность это. Я надеюсь, что мы достаточно хорошо рекламируем последовательность действий физических граждан, физических лиц, чтобы они могли участвовать. И надеюсь, что участников станет больше сейчас. Илья Васильевич, большое вам спасибо за эту беседу. На этой ноте мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин